МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто должен чистить наши дворы и междворовые проезды администрации Мотовелихи и управляющим компаниям «Двойка» за работу? Евгений, вы не первый, кто в эти дни задает такие вопросы. Давайте послушаем, с кого и как правильно требовать чистоту территории вокруг домов от снега. А главное, предусмотрены ли за это штрафные санкции? Ответственность за уборку придомовых территорий принесут управляющие организации, ТСЖ и кооперативы при непосредственном управлении домом подрядная организация, с которой заключили собственники помещения на квартирных домах на проведение работ по сборке территории. Санкции, безусловно, применяются, но есть ситуации, как были в эти выходные дни, которые носили фактически форс-мажорный характер, чтобы звонить в администрацию своего района. На эту ситуацию были созданы своеобразные штаты, которые фиксируют те адреса, которые выходят на подрядную организацию, которая отвечает за этот важный микрорайон конкретно, и указывают такие адреса, чтобы можно было своевременно сделать маневр техники, выехать там и прочесть. Ответим еще на один вопрос. Елена спрашивает, мне нужна консультация врача, обнаружила, что утерян медицинский полис. Могу ли я получить копию полиса? Елена, если у вас вообще был когда-то на руках медицинский полис, значит, вы в единой базе данных, поэтому спокойно можете обращаться в поликлинику за любыми услугами. При этом можете подать заявление на изготовление полиса нового образца. Если человек в период вступления силы закона, это 1 января, собственно, 10-го года, 1 января 11-го года полис обязательного медицинского страхования был действен и был внесен в информационную базу общей Российской Федерации, называется «Единый регистр застрахованных лиц», соответственно, у него есть действующий полис по умолчанию, он утерял только бланк. Соответственно, в той компании, какую он выбрал или был полис, он может получить новый полис, сославшись на утере и получит полис единого образца либо в электронном виде, либо на бумажном носителе. Координаты для писем сейчас на ваших экранах. Отправить вопрос можно по электронной почте или по телефону информационно-справочной службы. Берегите себя!